Детали развития южной части Петропавловска обсудят с местными жителями. В частности, подготовку плана зонирования микрорайона Рябиковская планируют закончить к началу следующего года. Об этом губернатор края рассказал, отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира в соцсетях. «Мы прорабатываем сейчас проект комплексного развития этой территории. Там есть свои факторы, которые несколько усложняют её. Это переплетение земель муниципальных и земель Минобороны, потому что большой объём земель именно Минобороны принадлежит. С командованием ОКВС понимание полное у нас есть. И мы после того, как системный комплексный план будет разработан, согласуем. И я уверен, что там достаточно быстро все решения по землям будут приняты. Это частично расшивка ограничений по коммуникациям, в частности по очистным сооружениям. Ну и это привлечение инвесторов, которые смогут обеспечить жилую застройку в этом районе». Строительство будет идти в рамках мастер-плана – проекта по масштабному благоустройству краевого центра. Главным архитектором и Минстроем региона для этой цели были подготовлены и приняты шесть проектов комплексного развития территории. Так, проекты были созданы для кварталов по улицам Капитана Беляева, Братская, Рябиковская, Дзержинского, Лермонтова и Ключевская. Власти также отметили, что комплексное развитие территорий поможет решить вопрос о расселении аварийного жилья – одну из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед жилым фондом города.